В Омске обнаружено крупное наркосообщество. Его лидер и участники подозреваются в организации масштабной сети производства и продажи синтетических веществ в нескольких регионах России. Предполагается, что нелегальный товар продавали через интернет-магазины. Вырученные деньги переводили в криптовалюту, а затем обналичивали за рубежом. По версии следствия, в составе криминальной организации было несколько подразделений. Участники одного из них производили наркотики в передвижных лабораториях. Группу задержали еще весной. Тогда было изъято 80 килограммов веществ на сумму более 300 миллионов рублей. К задержанию остальных членов сообщества привлекли 300 оперативников. Проведено более 30 обысков. В квартирах у подозреваемых обнаружены предметы, исходные с огнестрельным и холодным оружием. Сейчас все вещдоки отправлены на экспертизу. Следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении 16 задержанных избраны меропресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще троих в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Оперативники рассказали и еще об одном задержании. Для поимки подозреваемого силовики отправились в банно-гостиничный комплекс на улице Омская. Там у раненесудимого 28-летнего мяча обнаружили сверток с порошком. В сауне еще несколько граммов. В машине весы и упаковочный материал. Эксперту установили, изъятое вещество это синтетический наркотик. Общая масса почти полкилограмма. По данным наркоконтроля, фигурант пару месяцев работал в интернет-магазине. Получал задания на фасовку запрещенных веществ. Вырученные деньги тратил на аренду частных бань, гостиниц и саун. Там же фасовал следующие партии. Кроме того, употреблял зелье сам. Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Теперь подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы. Расследование продолжается. Продолжение следует...